В стенах Дворца культуры «Сатурн» состоялся пленум Совета ветеранов Раменского городского округа. Мы вас приветствуем на 14-й отчетной выборной конференции, которая проходила у нас в условиях, можно сказать, военного времени, заочно. Мы впервые с вами выбрали такую форму и хотим объявить о результатах нашей организационной работы, которая была проведена в течение двух месяцев. Я смотрю на тот ключ энергии, который бьет в нашем Совете ветеранов, и удивляюсь, насколько много работы себе берут наши ветераны для того, чтобы реализоваться в том или ином направлении. Надежда Николаевна, председатель Совета ветеранов, отметила, пока длилась пандемия, работа велась. Были подготовлены материалы к 75-летию Победы. Мы в 75-летии Великой Победы не оставили мероприятия. Мы приходили к ветеранам под окна, знаете, во дворы, пели им там песни. И вроде бы мероприятие само такое, не вызывающее, может быть, особой трогательности, но когда ты в нем лично участвуешь, ты видишь глаза ветерана, которые смотрят на тебя из балкона и с такой благодарностью, что ты готов стоять под этим балконом не один час. И вот вы действительно несете эту миссию. Миссию того, чтобы каждый ветеран, каждый член вашей организации чувствовал свою востренность, чувствовал заботу о себе. И ветеранам в период самоизоляции была необходима помощь, которую они получали своевременно. Мы получали ее и от первых лиц нашего Совета ветеранов, начну с области, от Виктора Виктора Петровича, который интересовался, как вы же вы здоровы, кто заболел, что случилось и так далее. К Виктору Викторовичу лично обращалась по госпитализации наших ветеранов, обращалась к Елене Леонтьевне по поводу того, что нужна помощь, к Елене Анатольевичу обращалась. На заседании Надежда Желтухина объявила итоги отчетно-выборной конференции, которые были подведены 25 февраля. Затем озвучили итоги голосования по выборам кандидатов на должность председателя, заместителя и ответственного секретаря Совета ветеранов Равенского городского округа. Выборы председателя Совета ветеранов Желтухина Надежда Николаевна. 71 человек, против, воздержавшихся нет. В итоге, из-за того, что голосование отчетно-выборной конференции утвердить, я поблагодарю вас в госпитании Равенского. Состоялась церемония награждения победителей смотра конкурса первичных ветеранских организаций, посвященного 75-летию Великой Победы и 95-летию Московской области. Лауреатами стали 17 первичных ветеранских организаций. Я вас практически всех знаю лично, мы со всеми с вами тесно общаемся. Я вас, честно говоря, отношусь к вам с таким уважением, с такой любовью. Я когда всегда к вам подхожу, я говорю, дайте мне за вас немножко подержаться, чтобы быть таким же активным в вашем возрасте, дожить до такого возраста и быть таким же активным. Поэтому спасибо вам огромное, сил вам, здоровья вам, сколько вот у меня хватит сил, я буду с вами, я буду помогать. На собрании выступила Людмила Поненкова, заместитель главного врача Раменской ЦРБ. Она подробно рассказала о проведении вакцинации в округе. Мы проводим выездную вакцинацию и у нас выезжает мобильный центр здоровья, где присутствует медицинская сестра или фельдшер, или врач. После осмотра мы проводим вакцинацию по предприятиям и если есть такие желающие, вот может быть среди тех ветеранских организаций, которые представляют именно производство, мы тоже готовы принять заявку и выехать для вакцинации именно в район. Отметили наградами и победителей Всероссийского конкурса школьных музеев, в котором четыре наших участника заняли призовые места по области и один по России. Это Быковская школа номер 15. Еще один проект Раменского городского округа под руководством ветерана-наставника Павла Анатольевича Корчагина заняла первое место во втором Всероссийском конкурсе «Опыт. Эстафета. Будущее». Отметим, что свои работы на суджюри отправили более 50 регионов. Не надо бояться вот этих высоких разных конкурсов. Там выступают такие же люди. Я скажу, что с теми проектами, которые делаются в нашем районе, с той работой, которая проводится, можно выходить на любой уровень. И на региональный, и на федеральный уровень. Надежда Желтухина также подчеркнула, что районная организация Совета ветеранов и первичная призаводия РПКБ в Московской области стали победителями уже во второй раз. Я хочу вас всех поблагодарить за эту работу. поблагодарить за то, что в вашем сердце, в большом сердце осталось еще очень много любви, которую вы дарите людям. И это не пройдет просто так. Это всегда вернется. Спасибо большое. На преддверии 8 марта мы 23 мужчин поздравили. Я думаю, они все остались довольны. На преддверии 8 марта, лица Надежда Николаевна, всех женщин, всех вас, конечно, с праздником. У нас еще будет очень и очень много. Всем здоровья, всем счастья, улыбок, радости, позитива. Ну и курс на 9 мая. Елена Цыганова, Андрей Пластунов, Антон Карташов для программы «Городские вести».